Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем катать на нашем драндуле. Перед отправкой я зашел тут к механику и купил металлическо-черную краску. Давайте посмотрим, что будет, если ее нанести на белую, обычную краску. Как будет выглядеть наш автомобиль, как он преобразится. Ну-ка, вы видите, такое ощущение, что это не металлическо-черная краска, а какая-то непонятно какая. Зеленовато-белая. И... Чего-то ничего не меняется, друзья. По крайней мере, я не вижу изменений никаких. Так, ну давайте посмотрим. Да, металлическая-черная краска. Красим. Внешне ничего абсолютно не меняется. Вопрос. Зачем эта краска вообще нужна? Ну, такой себе. Короче, ну давайте израсходуем весь баллончик. Не знаю, зачем просто. Просто так. Что-то вроде чуть-чуть потемнело, да, или мне кажется. Может быть, при свете дня будет отлично видно. Ладно, короче, не будем тратить время. Выкидываем этот баллончик. Продать мы его не сможем. Стоит он. Ничего. Так что мы давайте залезаем в наш автомобиль. Проверим, сколько у нас там топлива. Выбираем путь. Это я забыл, я заправлялся или нет? Да, я заправлялся. Значит, отлично. Можно выбирать путь. Давайте все-таки сейчас заглушимся, потому что нужно еще починить некоторые детали нашего автомобиля. Так, друзья. Ну, что-то такое себе. Да. Либо 420 километров ехать, но зато без дыр в асфальте. Либо 350 со свалкой. Но, блин, с дырами огроменными просто. Хм. Ну, я не знаю. Для нас приоритетнее, наверное, расстояние. Так что мы выбираем 350 километров. Очень суровые условия. Во-первых, дождь. Во-вторых, скорее всего, бездорожье. В-третьих, конечно же, дыры. Так, что у нас там с колесами вообще? Мне, кстати, советовали назад поставить жесткую резину. Можно зайти в магазин и купить новые колеса. Все-таки денег мы с вами накопили. А куда их еще тратить? Как не на резину. И на краску. Так, ну, кстати, при свете дня, по-моему, тоже ничего не изменилось. Немножко желтым отдает. Теперь на наш автомобиль. Ну, по-моему, и так и раньше было. Так, берем ключ. Золотистый наш великолепный ключ. И начинаем чинить двигатель, карбюратор. Хорошо, что сейчас магазины открыты после обновления. Что когда переночевал, перезашел в игру, магазин открыт до сих пор. Так что давайте мы, наверное, туда и зайдем. Посмотрим, что там по резине. Может быть, стоит сейчас поменять резину все-таки на внедорожную. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Денег нам точно хватит. Так, одно колесо внедорожное. Кайф. Да, друзья. И, кстати, два колеса для дождливой погоды. Три даже колеса. Блин, может купить три колеса вот таких вот и одно внедорожное. Что будет интересно? Давайте экспериментировать, в конце концов. Так, вот жесткая резина. Как раз назад ее засунем. Это колесо. Так, пробейте мне вот это вот колесо. Здесь у нас что? Медиум, медиум, медиум. Все остальные медиум. Так что не знаю. Посмотрим, что из этого выйдет. Так. Итого, друзья, мы заплатим 200 долларов. Это достаточно большая сумма. А, блин, лоу. Кошелек-то я не взял, и машину не загнался здесь на стояночку. Так что придется сбросить. Голосы не пропали вроде как. Сейчас я сгоняю тогда за кошельком. Или может пригнать сюда тачку? Кто у нас, кстати, там по цене с вином? О, 103 бакса. Так, ну слушайте, можно уже продавать. Ладно, давайте подгоним тогда нашу тачку туда все-таки. Что у нас там с маслом? Оптимальное количество. А почему 0 литров? 0 литров из 30. Погодите, я же смотрел. Был полный бак, или я криво смотрел. Так, заводимся. Фул. Ну, то есть полный. А, нет, не фул, ни хера. Ясно, надо было ручник просто отжать. Так, окей, значит, мы берем кошелек. Сейчас покупаем резину. Покупаем, наверное, канистру с бензином, потому что это пустая. Чтобы доехать, в конце концов, до заправки. Давайте, кстати, продадим пустую. Или можно заправить эту канистру. Я, кстати, ни разу не заправлял. Так будет, в конце концов, дешевле. Так, заправляем канистру. Сейчас ворота снова закроются. Так что мне сначала нужно будет оплатить сперва. Да, ну и тогда заодно давайте колеса сразу пробьем. Покасе. Так, одно. Второе. Все, продал я пару бутылочек с вином. И денег у нас теперь давайте посмотрим. Сколько? 341 доллар. Причем я купил кучу колес. Так что я думаю, отлично. Так, ну давайте менять резину. Я не знаю, куда мы будем девать старые колеса. Везти, конечно же, не хочется, потому что вес прибавится. Так, вот это вот назад. Давайте закручиваем. Теперь здесь снимаем. И продать я колеса тоже не могу, потому что у продавщицы деньги закончились банально. Так что придется нам, похоже, либо их выкидывать, либо оставлять. Как запаски. Ну а тогда автомобиль будет перегружен, и скорее всего. Скажется на управление, на сцепке с дорогой. Ну и опять я, кстати, выбрал путь и провозился до ночи. В начале самым. Просто класс. Так, делаем так. Сразу два колеса отсюда убираем. Ну давайте, давайте, как запаску используем. Ну что делать? Опять тачка наша будет перегружена. Ну опять началось. Начались эти глюки. Хватит крысу, успокойся. Ну алло, что такое-то? Так, давай. Нет. Ну, видимо, бесполезно. Давайте попробуем ее наверх засунуть. Его точнее. Нет. Супер. Ладно. Тогда поставим сначала вот это вот колесо. Теперь-то такого не произойдет. Да, не произошло. Ну и слава богу. Так, и последнее колесо у меня, по-моему, в магазине осталось. Я его оттуда еще не забрал. Да, вот оно валяется. Берем. Ну, сейчас поедем, друзья, по бездорожью, по всей видимости. В ночь. В дождь. Так что даже не знаю, что может приключиться. Последнее колесо. Закручиваем. И можно отправляться. Сейчас погрузим еще остальные запаски. Так, куда ключ-то делся у меня из рук? Там все нормально. Все. Домкрат убираем. Берем два колеса. Одно сюда, одно наверх. У нас еще куча медикаментов с вами осталось. Еще три бутылочки. С вином. Но, к сожалению, на этом пути магазина нету. Так что продать мы сможем все это барахло только в городе. Так, ну все, друзья. Я тачку заправил. Залил маслице. Так что все должно быть в порядке. Давайте посмотрим, как наш автомобиль будет себя вести на этой резине. Да, мы перегружены, конечно же. Так, ну я уже чувствую. Или не чувствую? Да, чувствую. Так, плавает наш автомобиль. Хотя, слушайте. Ну да, плавает, плавает. Да, еще раз плавает, короче. Ой, чувствую, как на бездорожье выйдем, жопа будет. Причем тачку куда-то косит влево. Или вправо, даже понять не могу. Нет, все-таки вправо, да. Дико косит вправо. Возможно, из-за колеса внедорожного, кстати. Мы сюда-то вписаться сможем. Да, вроде нормально. Так, берем документы. Окно у меня закрыто. Так и не поймешь, закрыто оно или нет. Кстати, даже я опять не глянул, что можно провозить, а что нельзя. Но, в принципе, и ладно. Закрываем окошко, чтобы не промокнуть. Ну, окей. Опять мы прогадали с резиной. Так что проедем так, друзья. У нас есть зато запаска. Но она нам, конечно же, не поможет, потому что дождь. А те колеса предназначены как раз-то для езды по сухому асфальту. По идее, кстати, если бы у нас внедорожного колеса не было, все четыре колеса были одинаковые, наверное, бы автомобиль себя ввел нормально. Потому что как раз вот дождь и асфальт. По крайней мере, сейчас. Так что я не знаю. Возможно, все-таки действительно лишь из-за одного колеса такие проблемы. Или, опять же, из-за вес. Ну, мы можем, знаете, что сделать? Поставить на ручник наш автомобиль. И все-таки проверить. Выкинуть колеса. Вы не пугайтесь, я их заберу. Так. Куда-нибудь вот сюда вот сместим их. Положим временно. Сейчас посмотрим, как изменится управление нашим автомобилем. Так, закрываем багажник. Обратно залезть-то я смогу? Да, вроде должен. Только придется заглушиться, наверное, все-таки. Чтобы значок изменился. Так, ну-ка. И... Ну... Нет. Нет. Машина по-прежнему так плавает. Будто я не на автомобиле езжу, а на лодке. Так что придется как-то с этим мириться. Давайте подгоняем сюда. Я, видите, все пути уже совсем позабывал. Думал, что на этом пути опять будет бездорожье. Но бездорожье как-то вообще... Меня обходит стороной. Да, все. Я потихонечку вспоминаю этот путь. Так, ну объезжать будет крайне проблематично, друзья. Различные лужицы. И различные выбоины. Ну, класс, класс. Да уж, зато подрифтить мы можем. Пошлифовать. Подрифтить. Куда я заехал? Я-то отсюда выехать смогу вообще или нет? Да, вроде смог. Так, немножко нужно поднажать. Я помню, здесь я срезал. Давайте что-ли так и сделаем. Это сейчас меня развернет. Я уверен в этом. Будем по асфальту ездить. Даже как-то по газончику получше. Ну, или это самовнушение. И мне кажется... Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ну, блин, проблема в том, что 320 километров, друзья, мне вот так вот придется ехать. Я даже развить скорость до 60 не могу. Не говоря уже о сотке. Так что я не знаю, стоит ли вообще все это терпеть. Или, может, начать все заново. Нет, давайте все-таки доедем. Хоть один раз до Болгарии. Да, неважно, сколько времени это займет. Я буду ехать, друзья. Вот, смотрите, уже до 60 разогнулся. Как ни странно. Опять маяк, кстати. Маячит! На самом деле он, конечно же, фиксированно стоит и не двигается. Не знаю, к чему это вообще говорю. Так, ну... Да, займет это какое-то время. Не знаю, будем ли мы заезжать на свалку. Наверное, я ее все-таки пропущу. Вряд ли мы там что-то дорогое найдем. А заезжать туда, это только время тратить. Мы и так вот, посмотрите, что творится просто. Ну, в принципе, как и в прошлый раз. Задом можно вот так вот шлифовать. Так, разворот. Немножко врезались. Здесь странно, что стекла еще целые. Я, кстати, совершенно забыл про коробки. Даже не оглядывался по сторонам. Смотрел только на дорогу и пытался вырулить. Так что, возможно, я опять кучу коробок пропустил. Скорее всего, так оно и есть. Но и денег нам пока что, друзья, хватает. Так что ничего, в принципе, страшного. Все-таки еще путь у нас есть впереди. Так, ну, по всему, конечно же. Я проезжаюсь, снова врезаюсь, пытаюсь развернуться, выровнять автомобиль. Ладно. Скоро уже доедем, друзья. Где-то, наверное, даже по пути уже пройдено. Минус два колеса, друзья. Скоро лопнут шины. Замечательно. Я не знаю, почему так. Они же... Вот эти вот как раз два колеса, по-моему, и предназначены для езды по мокрым дорогам. Или все-таки нижнее левое – это внедорожное колесо. Ну, неважно, переднее левое – это точно нужное колесо, которое предназначено как раз-то для езды по таким дорогам. Так что, по всей видимости, оно скоро лопнет из-за того, что я проезжал как раз-то по вот этим дырам. Так, а вот и ящик, кстати, друзья. Вот таким вот образом мы к нему подъезжаем. Давайте выйдем. Сразу его погрузим, чтобы не намочить макушку. Так, быстренько грузим. Возвращаемся и едем дальше, друзья. Я надеюсь, все-таки не лопнет ничего. Мы сможем добраться до города. Не придется доставать запаску. А в городе там уже решим, какую резину опять ставить. Будем снова экспериментировать, друзья. Скорее всего, в следующий раз так и получится, что мы в Алгарии поедем опять вот так вот. Но, конечно, неистовое желание есть разобраться во всем этом. Во всей этой механике с колесами новой. Так, нормально. Выруливаем, выруливаем. Ну ладно, давайте, раз тут совсем по пути, что не нужно никуда поворачивать особо, давайте зайдем на свалку, посмотрим, что там. Тачку мы тогда заглушим. Откроем капот. Сейчас глянем, что там. Не достает. Отсюда не разглядеть, да? Или, по-моему, аккумулятора не достает. Да, аккумулятора не достает. Давайте, давайте возьмем, посмотрим. Может, дико повезет, хотя я очень и очень сомневаюсь, друзья. Колеса жалко здесь не найти на свалке. Так, рубильник. Заходим. И смотрим, друзья. Ну, наверняка какой-то кал попадется, я в этом уверен, честно говоря. Здесь ничего. Да, вот старый воздушный фильтр. Причем сломанный, по-моему, да, полностью сломанный за 4 бакса. Ну, кому это говно нужно? Так, два двигателя, ничего себе, друзья, два двигателя. По 14 каждый, нет, 1.17 стоит. Снова все сломанные. Ну, я не знаю, мне кажется, нет смысла нагружать этим говном наш автомобиль. Два двигателя, это, конечно, хорошо, но они дерьмовые и сломанные. А если я их починю, ценности от этого не прибавятся. Так что мы будем возвращаться, друзья. Да, надо было просто проезжать, ну, кто знает. Кстати, теперь, смотрите, индикатор показывает, что колеса все целые. Ну, короче, очередные баги, похоже. Очередные недоработки. Ну, и неудивительно, обновление в бета-ветке. Так, это что за съезд у нас? Лучше мы, наверное, съезжать никуда не будем сейчас. А, это не съезд, это спуск. Так что там, возможно, ящики будут. Это лестница, да? Да, вот такая вот лестница. Вон что-то лежит, по-моему, ящик. Да, маленький ящик. К сожалению, большого нам не попалось ящик. Ну, давайте его схватим. Потому что положим место пока есть. И мы уже приближаемся, друзья, к городу. Жалко, в этой игре нету камеры от третьего лица. А то смотрелось бы эффектно достаточно, как я въезжаю в повороты. Как будто я древчу. Так, здесь помойку у нас нет, никаких ящиков. Да, к сожалению, нет. Ну, вот еще один спуск. Я не знаю, стоит ли спускаться. Ладно, давайте спустимся. Ручник тогда. Снова, кстати, индикатор показывает, что у нас почти сломались колеса. Можно, кстати, глянуть. Да, единичка. Ноль, кстати. Кайф. Двоечка и двоечка. Вот такие вот дела. О, смотри, два ящика, кстати. Один, по-моему, большой даже. А, нет. Издалека показалось, что он большой. По-моему, два одинаковых. Опять два миниатюрных ящичка. И, скорее всего, эти ящики нам придется сейчас вскрыть, потому что они уже не поместятся в наш автомобиль. А, нет, смотрите, все ящики местились. Значит, раскроем их только потом в городе. Как всегда. Так, ну что, поехали дальше. Запаску тогда доставать мы не будем. Доедем уж так. Сильно ничего не изменилось, на самом деле. Все так же меня воротит в разные стороны. Все так же я плыву по асфальту. Но я уже даже начинаю привыкать, друзья. Вот видите, нормально поворачиваю. Объезжать, конечно, препятствия не удается еще. Но мне кажется, если приноровиться, можно научиться и объезжать препятствия различные. А тем временем, друзья, мы, наконец, доехали до сраного города. И дальше у нас идет Болгария, друзья. Заезжаем на заправочку. Сейчас будем разбираться с ящиками и посмотрим, что там продают за резину. Так, тормозим. Тарифы, кстати, на бензин вообще изменяются. По-моему, он единый тариф. Везде одинаковый. Или мне так не повезло. Так. Ну что, поехали. Первый коробочек. И там вино, друзья. Отлично. По соточке за бутылку сейчас. Так, ну пока одевать его некуда. А, нет, смотрите, уместилось. Давайте все ящики тогда вынем. И сразу же откроем. Все сразу. Так, вино мы тогда забираем вот сюда вот. Так, ну денег, скорее всего, у продавщицы снова не хватит. Нам бы тогда сперва резину лишнюю продать. Так, друзья, сигареты, кстати. По 17 долларов тоже отлично. Так, забираем все сигареты. И еще два ящика у нас осталось. Берем ломик. Вскрываем раз. Сосиски. Ну неплохо, слушайте. Неплохо. Хоть я и пропустил, наверное, кучу ящиков. А, блин, ну веревку все испортило, как всегда. Сосиски мы возьмем по 2,50. Тоже их сложим. Пока что продавать, наверное, ничего не будем. Закроем все это дело. Так, я заглушил вообще автомобиль? Да, вроде как, да. Давайте посмотрим, что там за резина продается. О, смотрите, куча внедорожных колес. Но не знаю, пригодятся ли они нам в Болгарии. Потому что в Болгарии я еще ни разу не был. Не знаю, какие там дороги. Так, и вот для дождя еще 4 колеса. Так что есть смысл выбрать следующий путь дождливый, друзья. Так, жесткая, жесткая. Вот как раз 2 жесткие. Смотрите, все жесткие даже. И одно медиум. То есть мы можем медиум вперед поставить. 2 колеса медиум вперед поставить. У нас, по-моему, здесь одно стоит. Да, вот, смотрите. Только нужно его починить. Я надеюсь, у нас это получится. Два медиума вперед поставить. И два харда назад. И выбрать дождь. Если нам повезет. Вот, и в принципе, по идее. Если в Болгарии будет асфальт. Не грунтовка какая-нибудь. Тогда машина должна вести себя идеально. Наверное. Осмелюсь предположить. Но это все в теории, конечно. Посмотрим, как все будет выглядеть на практике. Но уже в следующей серии. А на этом, друзья, мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео.